Татарсанские власти призвали не паниковать из-за падения цен на нефть и обвал рубля. Насколько подорожали товары и услуги в республике с начала года? И каковы прогнозы по курсу доллара на ближайшее время? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Гуренова. Здравствуйте! В Татарстане приняты меры по снижению рисков, связанных с падением цен на нефть и обвалом рубля. Власти республики перешли на оперативный мониторинг во всех отраслях экономики. Татарстанские предприятия теперь должны доводить не только фактическую, но и прогнозную информацию. Исходя из этого будут приниматься соответствующие решения. Глава Минэкономики Татарстана заявил, что у республики есть опыт реагирования на подобные кризисные ситуации. Во-первых, не паниковать, не скупать там массовые какие-то, скажем, товары. В нашей стране уже такие ситуации были, мы их уже проходили. Я еще раз говорю, все социальные обязательства, которые сегодня заложены и в бюджете, они будут исполняться, ресурсов достаточно. Ведется постоянный еженедельный мониторинг и контроль цен на основные продовольственные товары. Согласно последнему мониторингу, резких изменений цен не отмечается. В целях обеспечения населения республики продовольственными товарами по приемлемым ценам и насрещения рынка сельскохозяйственной продукции, при необходимости будет активизировано проведение сельскохозяйственных ярмарок, на которых, как вы тоже знаете, в основном предлагаются товары преимущественно местных товаропроизводителей и по более низким ценам. Цены на товары и услуги в Татарстане с начала года выросли на 0,7%. Это официальные данные Республиканской службы госстатистики. При этом значительнее всего подорожали продукты более чем на 1%. Это произошло за счет сезонного роста цен на овощи. К примеру, стоимость картошки и моркови повысилась с начала года на 10%. Лук стал дороже на 9%, капуста и яблоки на 6%. Кроме того, за первые два месяца года выросли цены на говядину, сливочное масло и жирный творог. При этом подешевели яйца на 9%. Стоимость риса и пшена упала примерно на 3-4%, а цены на курятину снизились на 6%. Курс доллара в марте может сохраниться в районе 70-75 рублей. Об этом заявляют опрошенные нами аналитики. По их мнению, очень низка вероятность того, что в ближайшее время цены на нефть стабилизируются и рубль восстановит свои позиции. Напомним, что на прошлой неделе курс доллара взлетел на 6,5 рублей, после чего несколько скорректировался. Сейчас мы с нетерпением ждем, сможет ли Россия договориться со странами ОПЕК о том, что все-таки с 1 апреля соглашение по стабилизации добычи нефти продолжится. Вторым фактором, который также будет влиять на состояние рынков всех финансовых, это ситуация с коронавирусом. В Китае замедление производства, и это снижает спрос на нефть и на все остальные товарные позиции. Поэтому цены на все финансовые активы падают. А для России это означает, что мы будем получать меньше сырьевой выручки. Это также давит на рубль, и поэтому с 70% вероятности доллар будет в коридоре 70-75. Эксперты не советуют гражданам сейчас совершать сделки с валютой. Если есть сбережения в долларах, то лучше их придержать, а не выводить в рубли. Доллары же можно купить лишь в том случае, если планируется зарубежная поездка. Однако татарсанские власти рекомендовали жителям республики не выезжать за границу без острой необходимости. Если есть сбережения только в рублях, у вас нет никаких валютных планов, сделок, поездок за рубеж. Лучше гражданам с рублевыми сбережениями не двигаться. Если есть сбережения в долларах, я бы тоже, так скажем, не рекомендовал сейчас, когда такая высокая волатильность, производить средские операции. Составлен портрет среднестатистического бедного татарстанца. Это житель деревни с среднего возраста, проживающий с детьми. Действительно, большинство бедных в республике живут на селе. 34% таких людей трудоспособного возраста. Абсолютное большинство семей в Татарстане, которые находятся за чертой бедности, это семьи с детьми. 38% малоимущих в республике – это люди, которые ухаживают за детьми, престарелыми или инвалидами. В целом, в Татарстане уровень бедности в два раза ниже, чем в среднем по России. Самая неблагополучная ситуация по этому показателю в Кайбицком, Муслюмовском, Черемшанском, Телечинском и Новошишминском районах. Это были новости экономики. До встречи.